Так, коллеги, давайте начнем следующий доклад, потому что времени достаточно мало, тематики у нас достаточно обширные и на самом деле это достаточно сложно уложить даже тему моей презентации, которую сейчас вы видите на слайде, уложить ее в 30 минут честно скажу, достаточно проблематично, потому что информации очень много и в принципе я надеюсь, что по крайней мере большинству из вас она покажется достаточно интересной. Но я хочу сразу предупредить, что здесь в докладе моем я не буду говорить каких-то тривиальных вещей. Я базируюсь на том, что у вас уже есть некий бэкграунд, пускай даже небольшой, в автоматизации. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы так понять аудиторию. Скажите, пожалуйста, кто из вас когда-либо сталкивался с перформанс-тестированием? Достаточно много, неожиданно. Хорошо. Кто из вас слышал про инструмент гатлинг? Ну чуть меньше, но уже лучше. Хорошо. А про G-метр? Воооо. А Яндекс Танк? Тоже много. Отлично. Но про гатлинг знает меньшинство. Так что надеюсь, мой доклад будет достаточно вам полезен. Что? Окей. Ну тогда начнем. Небольшая страничка славы, как я ее называю. Я представлюсь. Меня зовут Шапин Антон. Я работаю в компании ИПАМ. Я лид-автоматизаторов. Увлекаюсь различными видами тестированиями. В частности, я специалист по автоматизации тестирования и по перформанс-тестированию. В принципе, вот благодаря вот этим двум областям и получился мой сегодняшний доклад. Более того, я являюсь тренером автоматизаторов в ИПАМе. Я занимаюсь обучением людей. Итак, о чем сегодня мы не будем говорить? Мы не будем говорить, я не буду рассказывать о том, о теории перформанс-тестирования. Это тематика большая и это целый курс лекций. Также я не буду рекламировать вам гатлинг. Моя основная цель рассказать, что такой инструмент есть и дать вам, может быть, идею того, как этот инструмент можно использовать в уже существующей системе автоматических тестов, которые у вас есть. И об этом я тоже расскажу, но об этом я расскажу подробнее, чуть больше дальше. И я не буду говорить, что мы такие молодцы, потому что на самом деле доклад у меня основан на практическом опыте. И вот о том, что я вам буду говорить, я его успешно опробировал на нескольких своих проектах и он показал достаточно свою высокую эффективность. О чем мы все-таки будем говорить? А в первую очередь я вначале расскажу для аудитории, что такое вообще гатлинг. Пробегусь по верхам, особо в нюансы я удаваться не буду. Да и в принципе это незачем, потому что у гатлинга, что на удивление очень хорошая документация. В любой момент после моего доклада вы можете открыть сайт гатлинг.io и найти всю необходимую информацию. Более того, она действительно очень хорошо расписана у них. И у них там есть и готовые примеры, и уже даже есть готовый мало на архетип, чтобы вот можно было прям с нуля взять и попробовать. Потом дальше я расскажу как раз про сам момент интеграции системы автоматического тестирования, функционального, с перформанс-тестами, написанных на гатлинге. И объясню, зачем это вообще в принципе все сделано. Ну и дальше уже заключительная будет фаза у нас вопрос и ответ. Итак, немного о том, что такое гатлинг. Гатлинг, ну из названия презентации следует, что это инструмент для нагрузочного тестирования. Здесь надо, я хотел бы выделить моменты, что гатлинг работает только с тремя протоколами. Он поддерживает работу с HTTP, с GMS и может работать с GDBS. Это не G-метр, которого там, он под собой содержит такую там пул технологий, с которыми он работает, с различными кастомыми протоколами и возможности дописывать свои какие-то модули для работы с какими-то очень специфическими протоколами нет. Гатлинг, он работает сейчас, на данный момент из коробки, он поддерживает всего лишь три протокола. Это надо понимать. Более того, у гатлинга есть такая интересная особенность. Каждый инструмент для перформанс-тестирования, он оперирует определенными понятиями. То бишь, когда мы подаем нагрузку, мы должны четко понимать, а в каких попугаях мы ее подаем. Вот я честно могу сказать, сколько я вот собеседовал у людей в компании, когда они говорят перформанс-тестирование и говорят, вот у нас есть опыт. Я говорю, ребята, хорошо, а в каких попугаях вы подаете нагрузку? Ну мы же должны понимать, да, что если мы подаем там, не знаю, 100 чего-то, то мы получаем какой-то результат. И чтобы потом сравнить, мы должны это 100 чего-то опять подать. И вот этот вопрос почему-то вызывает очень большие недоумения у человека. Он не знает, что ответить. Особенно, когда начинаешь у него спрашивать про инструмент, который он использует. Ведь те инструменты, которые я сейчас про у вас спрашивал вначале, например, G-метер, Яндекс.Танк или Гатлинг, они все оперируют разными понятиями. Если мы говорим про Яндекс.Танк, честно признаюсь, один из моих самых любимых инструментов для нагрузочного тестирования, если вот там под задачу он подходит, и вот с лоуд-генератором фантом, он оперирует, наверное, самая объективная метрика, это запросы в секунду. Вот как бы… А? Ну, он нагрузку, саму нагрузку он подает, как бы в РПСах, когда ты делаешь. И я говорю вот именно про саму нагрузку, а не про какие-то верификации. То это самая для меня четкая метрика, потому что я ее могу потом где-нибудь заиспользовать. Допустим, я получил какие-то данные, что система начинает себя плохо вести, там, ну, не знаю, при нагрузке в 100 РПС, и я знаю, что эту информацию я дальше могу использовать в системах мониторинга для продакшен-энварьмента. И настроить различные триггеры, и там дальше придумывать, какие действия мне делать в случае каких-то эксепшен-ситуаций. Что касается G-метра… А, плюс у Яндекс.НК действительно большой плюс, у него нагрузка повторяемая, потому что он во время теста, он не генерирует никакие тестовые данные. Они генерируются перед началом теста. И, соответственно, когда мы сдаем четкую модель нагрузки, что вот нам нужно 100 РПСов, у нас уже все запросы сгенерированы перед началом теста, и мы можем в любой момент эту нагрузку повторить и посмотреть, стало у нас после фикса лучше или стало хуже, например. Мы можем это объективно сравнивать. В G-метре такого сделать уже нельзя, потому что G-метр, он оперирует по факту, они говорят юзеры, там везде у них в ГУИ пишется, а по факту они оперируют с понятиями потоки. То бишь, по факту, когда мы задаем какую-то нагрузку, допустим, там 50, это не значит, что это будет 50 запросов в секунду. И в то же время это не значит, что это будет 50 пользователей в секунду, потому что потоки, это, ну, грубо говоря, то количество потоков, которые мы можем подавать нагрузки. Соответственно, сама нагрузка уже фактическая на сервер будет зависеть от того, как быстро наше приложение отдает. И оно не может убить приложение, потому что, представьте себе ситуацию, что вы подаете нагрузку 50 потоков, и тут приложение начинает умирать. Это значит, что, ну, например, там, response time у нас начинает расти. И он в какой-то момент перерастает, там, больше, чем 1 секунду. Соответственно, потоков ограничено, и, соответственно, у вас нагрузка будет не 50 запросов в секунду, а может быть гораздо меньше. А если приложение на оборот, например, дает очень быстро, например, там, за 100 миллисекунд, то, соответственно, у вас эти потоки за 1 секунду сгенерят, там, ну, 10 запросов в секунду каждый. И вот здесь вот неповторяемость нагрузки. Есть, конечно, воркараунду, как это можно обойти, но это все достаточно нетривиально. У Гатлинга, а, и плюс получается так, что вот G-метр, он не может убить приложение. То бишь, это самое интересное, потому что, предположим, такую ситуацию. У вас приложение, вы сейчас готовите свое приложение, и оно должно работать во время рекламной кампании на Первом канале, там, в период, там, финального, там, матча по хоккею мирового первенства. И, соответственно, вы понимаете, да, какая там нагрузка будет. То бишь, там, в перерыве включают рекламу, и, как бы, вот, вот столько вот людей, вот, там, большая гора, идет к вам в приложение. И эти пользователи не будут, там, ждать, пока там другие ответят. Нагрузка постоянно накапливается, очереди в приложении постоянно накапливаются. А в G-метре, ну, вот, если брать его из коробки, как он есть, то он оперирует потоками, и он не добивает ваше приложение. Приложение отвечает медленнее, ну, как бы, ну, и ладно, я дождусь, пока там другие запросы ответят, и я там подам. Это проблема. У Гатвинга модель формирования нагрузки, она нечто среднее между Яндекс.Танком и G-метром, потому что он использует асинхронный механизм подачи нагрузки, и он использует не потоки, он использует виртуальных юзеров как по механизму месседжей. То бишь, по факту, у него запросы друг друга не блочат. Но в то же время сказать, что виртуальный пользователь это запросы в секунду нельзя. То бишь, это грубо выражаясь, действительно виртуальные пользователи, вот если вот так вот выражаться, потому что у каждого пользователя есть сценарий, по которому он уйдет. Гатлинг нам предоставляет механизм для получения данных во время теста, ну, например, переиспользовать те данные, которые мы получили на предыдущем шаге. Гатлинг это позволяет использовать. В отличие от Яндекс.Танков, увы, это сделать с помощью, допустим, генератора Фантома нереально. И в то же время он старается эту нагрузку делать. И в данном случае получается, что с одной машины можно подать достаточно большую нагрузку на приложение. Если у вас будет по статистике, которую я вот собирал сам и вот собирал там в интернете, в различных сообществах получается так, что со среднестатистической машины, которая применяется для перфонанса тестирования, можно подать там порядка 4-5 тысяч виртуальных пользователей в секунду. И в принципе это достаточно прикольная функциональность, потому что G-метр, я, конечно, не тестировал, я все хочу это сделать, вот думаю, что может быть в ближайшее время это сделаю, но G-метр, я думаю, умрет гораздо раньше, потому что G-метр, он, это Java, и он все на Java потоках, и он просто, вот ресурсы машины, он просто съедает, как такой голодный монстр постоянно. И вот поэтому, если надо подавать какую-то большую нагрузку, то здесь, если у вас запросы от друга невзависимо, то может быть есть смысл использовать танк с его генератором фантом, потому что он написан на сях, и это соответственно гораздо продуктивнее получается. А если у вас уже получается такая ситуация, что вы тестируете какую-то бизнес-логику в процессе своего перфонанса тестировать, то тут как раз есть шанс задуматься о гатлинге, потому что гатлинг, он позволяет механизм получения каких-то данных во время проведения теста. Сейчас я об этом тоже чуть подробнее расскажу. Это профильные нагрузки, которые может позволять гатлинг. По факту, здесь вы видите, что здесь конфигурации у него очень много, и я могу сказать честно, что понять каждую прям сходу будет достаточно проблематично. Я описывать не буду, а сейчас, наверное, по верхам пробегусь. Здесь профиль нагрузки, кто из вас знает, о чем вот этот слайд вообще? Ребята, кто занимался перфонанс-тестированием? О, а перфонансом тут поднимали руки гораздо большее количество людей, а вы должны это понимать. То бишь, хорошо, сделаю так, чтобы мы были все на одной волне. Этот слайд описывает то, что когда мы подаем нагрузку, у нас нагрузка может применять различные этапы. Например, мы можем подавать постоянную нагрузку, то бишь у нас, мы предположим, у нас есть 10 пользователей в секунду. Эта нагрузка у нас представляется во время вот такая вот прямая линия. То бишь она не растет, ничего. В принципе, вот она есть. В то же время, если мы хотим посмотреть, а где же у нас там критическая точка, точка отказа системы, то мы по факту будем подавать, наверное, линейно возрастающую нагрузку. То бишь это вот как раз RAMPAP, так называемый, если говорить в терминах данного слайда. Либо если мы хотим подать степовую нагрузку, для того, чтобы более четко понимать, где наша точка отказа. Потому что когда мы подаем линейную нагрузку, то мы находим точку отказа, но там она будет не совсем четко, потому что присутствует эффект инерции. Для этого обычно после того, как мы сделали линейный, дальше подается пошаговая нагрузка, чтобы определить, где точка отказа. И в данном случае уже здесь опять-таки же это все можно сделать. Но вот здесь на самом деле у Гаттинга достаточно большой механизм этого графика подачи нагрузки, который мы можем обеспечить. И действительно тут, скажем так, сложно найти момент, который обеспечить он не может. И плюс заключается в том, что, повторюсь, вот даже вот то, что я привел на слайде, каждая строчка, какую профиль нагрузки она подает, очень хорошо у них описана в документации. То бишь там вот расписано, вот прям вот достаточно основательно. Дальше, если не поймете, то мой совет вам можно поставить в докере, поднять какое-нибудь легковесное приложение, например, тот же самый Дженкис или еще что-то из коробки. И просто вот этот имидж потестировать с помощью Гаттинга. Это дело у вас займет, там буквально это все развернует. Ну, без знания, ну, часик. Если вы знаете, как делать, ну, минут 30. И дальше вы можете сами для себя, для себя четко самого понять, как ведет каждый из этих строчек. Дальше, если нам у Гаттинга есть еще одна штука. Если мы хотим все-таки оперировать не виртуальными пользователями в секунду, а запросами в секунду, то здесь идет операция, что у Гаттинга позволяет делать тротлинг так называемый. И вот здесь уже подключается РПС. То бишь он уже сам фигурирует по механизму о том, что нам надо подать такое-то количество запросов в секунду. Но здесь есть нюанс. У Гаттинга, как вы видите, свыше строчки тротлинга есть constant user per second. И в данном случае вы должны обеспечить необходимое количество пользователей для того, чтобы они генерировали 100 РПС в секунду. То бишь изначально все равно Гаттинга оперирует отталкиваться от поведения пользователя. Каждый пользователь — это определенный сценарий поведения действительно конкретного пользователя. Это, допустим, как мы в наших функциональных тест-кейсах описываем шаги. Откроем страницу, нажимаем кнопку «Логин», вводим там поля, нажимаем «Submit» и переходим туда. Вот в принципе такой же сценарий, он описывается и в терминологии Гаттинга, абсолютно вот таким же образом. У Гаттинга есть свой DSL, и в принципе все сценарии становятся достаточно прозрачными. А вот и репорты, которые он генерит прямо из коробки. То бишь вы запустили тест, и вот прямо сразу у вас тест прошел, и вы сразу увидите вот такие вот красивые графики. Причем здесь графики еще динамические, здесь можно отрезки временные увеличивать на некоторых график, смотреть, какое количество виртуальных пользователей в секунду, и запросов в секунду вас посылала система. Можно увидеть различные графики, там гистограммы по распределению респонс таймов, по вашим сценариям. Вот на слайде справа получается от меня, слева для вас, вот оранжевый блок, вот там вот расписаны имена ваших сценариев и описаны все их основные характеристики, хотя бы базовые. И данный инструмент позволяет достаточно быстро понять, где мы находимся с точки зрения перфоманса, прямо сейчас. В G-метре для этого надо, ну, немножко позаморочиться, чтобы такие графики получить, я скажу так. В Яндекс.Нанке немного попроще, но периодически тоже приходится немного позаморачиваться. Там подключать дополнительные модули, там где-то все будет отображаться и так далее, так далее, так далее. А здесь это из коробки. То бишь, если мы хотим позаморачиваться, как мы это делаем там с G-метром или с Яндекс.Нанком, пожалуйста, у нас все логи, у нас все артефакты, у Гаттлинга есть, мы также можем заморачиваться. Но если мы не хотим этого сделать, а мы хотим именно сделать такой экспресс-тест, посмотреть, где мы, то в данном случае этот инструмент, вот эти графики, очень хорошо позволяют анализировать именно вот этот механизм, где мы. И я могу сказать, что я такой график использую, например, когда вот сейчас на проекте у меня приложение все разворачивается в Докере, микросервисное приложение, там два сервиса и, короче, полностью там комплект технологий для микросервисной архитектуры. Для того, чтобы мне дебажить тесты и понять, где какие есть такие самые жесткие бутылнеки, самые часто встречающиеся, я это все тестирую на своей локальной машине. Я даже environment заказчика не трогаю и не трачу его деньги на облака и так далее. И Гаттлинг мне позволяет, потому что я тесты прогнал, тут же увидел отчет, посмотрел, предположил, что, наверное, проблема там-то и там-то, зашел локально, под тюнил конфиги, прогнал опять, могу посмотреть, где мы находимся. Топишет это такой для экспресс-анализа. Понятно, что для обеспечения механизма прослеживания истории, того, как это все длилось, это понятно, что надо подрубать там более тяжелую артиллерию, например, там, InfluxDB плюс Grafana или какие-то вот такие, или Grafit плюс Grafana, ну и там более тяжелая артиллерия включается. А здесь получается, из коробки мы получаем сразу достаточно симпатичную HTML-ку, которую можно даже отсылать заказчику. Плюс этот репорт, он генерируется в Jenkins'е, в TeamCity для основных систем по обеспечению Continuous Integration, это все, плагины эти есть, и они там могут цепляться, как артефакты, и вы можете смотреть каждый по отчетам. Какие есть pitfall, какие есть подводные камни? Честно говорю, я пытался найти подводные камни, которые есть в Gatling'е, и, наверное, сам основной, с которым я столкнулся, это Scala. Scala, мы с вами знаем, что это Java-based ориентированный язык, но Scala — это функциональное программирование. И там есть нюансы, то бишь, по факту, человек, который знает Java, разобраться в Scala, ну, в принципе можно, но там есть подводные камни. То бишь, одним из таких подводных камней, с которым, ну, по незнанию, куда сам со Scala начал только общаться, и вот у меня был такой момент, я беру, мне надо было подготовить некие тестовые данные, вот в Scala классе я подготавливаю, и пытаюсь из примера документации Gatling'а вставить подготовку там определенного куска кода к себе, а у меня не работает. А там по факту код делал со следующим, что у меня есть массив мапок, мне надо у него там вызвать определенную функцию Gatling'а, которая мне дает там определенный класс. Я беру, создаю массив мапок, и метод, который указан на документации, его нет. У меня ошибка компиляции. Я долго не мог понять, почему. Оказалось, что в Scala есть неявные преобразования, и по факту вот этому неявному преобразованию, чтобы можно было использовать там метод random, мне мешало импорт коллекции Scala. Просто когда я там подготавливал данные, я случайно там заимпортировал там из пакета Scala collection там, вот, и оказалось, что вот как бы это наложило определенные restriction'ы на то, чтобы я подготовил нормальный сценарий для Gatling'а. То бишь, Scala, здесь надо понимать ее нюансы. Но в то же время для простых тестов у Gatling'а очень хороший DSL, и в принципе глубокие знания Scala или какие-то такие моменты в принципе не особо-то и требуются. При этом у… это даже вот следующий момент, это проекты, которые содержат себе и код Java, и Scala, потому что Scala, она хороша тем. Мы из Scala можем вызывать Java методы. Это большой плюс. То бишь, если наши тесты написаны на Java, у нас есть там свои полезные классы, утилиты, то по факту мы их можем вызывать из Scala кода, и при этом никаких проблем-то у нас особых нет. Но здесь есть нюанс. Почему я отнес это в подводный камень? Это то, что есть очередность компиляции. А теперь немного о прикондишнах. Здесь указано о том, что, допустим, наша тестовая система состоит из этих трех-четырех слоях. О них я расскажу подробнее в своем следующем докладе, который будет в 15-20, по-моему. Здесь сейчас остановиться подробно не буду. Также мы будем считать, что наши тесты написаны на Java, используют JDK 1.8 и Mavon как Build Tool. Ну и плюс желательно, чтобы у нас была модульная архитектура нашего приложения. Почему рассмотрим сейчас? Когда у нас есть в модуле приложения, то по факту, давайте так, что зачастую у всех тестовых систем есть конфигурационные файлы нашей конфиги, которые как минимум характеризуют тот или иной environment. Допустим, мы тестируем на локальном environment, на QE environment или, допустим, на production environment, где мы описываем характеристики данного environment. Также у нас есть зачастую явно или неявно выражен кусок наших классов, которые напрямую работают, например, с базой данных или отправляют напрямую, описывают механизм работы с REST протоколом или еще с чем-то. То бишь это может быть вынесено в отдельный модуль, может быть у кого-то реализовано по-другому. В моем случае у меня эти все штуки это отдельные модули. То бишь у меня есть определенный модуль конфигов, есть определенный модуль именно таких вот бэкграунд классов для работы с сервисами. И получается так, что мои тесты функциональные, они используют эти два модуля для того, чтобы понимать, с каким приложением мы работаем и, в принципе, вызывать какие-то методы для работы с базой данных, с REST или, допустим, с web-драйвером, без разницы. И вот в эту структуру можно добавить модуль отдельный, performance тестов, потому что зачастую для performance тестов нам нужны те же самые данные. Нам нужно понимать конфиг, какое приложение у нас будет находиться под тестированием. Нам надо понимать, какие, если мы тестируем web-сервис, например, то нам надо понимать, какие end-point у этого сервиса есть и какие пути к этим end-point у нас на данном environment у нас есть. Согласитесь, что по факту это получается достаточно, что функциональные тесты используют информацию, что и performance тесты используют информацию для подготовки нагрузки. И получается так, что почему это можно интегрировать. Потому что, когда у нас идет время от релиза к релизу, то у нас некие end-point для web-сервисов, они могут меняться. И, соответственно, когда мы вернемся к performance тестов, допустим, мы провели performance испытания, не знаю, перед финальным релизом и вернулись опять к performance тестам спустя три месяца перед следующим релизом, то нам придется переписывать и вспоминать, а где же у нас что поменялось, а поменялось ли. И получается так, что мы по факту, если эти тесты не комбинировать, мы будем переписывать систему для performance тестов с нуля. А на это мы потратим дофига времени. Или, допустим, как у меня было на одном из проектов в прошлом году, мы работали с… Я отвечал за функциональное тестирование, но у нас была команда из Индии, которая занималась там G-метром и занималась performance тестированием, он за это отвечал. И когда мы подошли к ним через четыре месяца, говорим, ребят, все, у нас все готово, мы ваше приложение вылили на вашу платформу, тестируйте, ко мне прибегает вот с такими бешеными глазами товарищ из Индии и говорит, а что у вас поменялось? Вы понимаете, что за четыре месяца поменялось очень много. От слова совсем. И бизнес-сценарии, и тестовые данные, и все поменялось. И в итоге там дальше началась такая мозговой штурм, вспоминание, а где же у нас все-таки что поменялось, и как это ему еще отдать, чтобы он это понял. Это тоже проблема определенная. Вот. Так что в данном случае, а если у нас эти тесты, performance-тесты и наши функциональные тесты используют одни и те же модули, то по факту нам об этом задумываться не надо. Нам единственное о том, чем можно будет задуматься, это подумать, добавились или изменились ли у нас какие-то бизнес-сценарии для проведения нагрузочного тестирования. И вот, как здесь я уже говорил, что схематично, что используют наши performance-тесты из нашего QA Common Module. Это они берут, оттуда могут брать различные url in-point, они могут брать url страниц, могут брать какие-то локаторы. Например, если мы говорим даже про page object, то, как правило, у нас там есть определенные локаторы для работы с элементами. И в performance-тестах они тоже могут пригодиться. Например, там для того, проверить о том, что, допустим, мы сделали запрос на страницу, нам вернулась страница, и надо проверить, что какие-то элементы специфические там присутствуют. В page object в классах у нас это уже вся информация есть, мы можем ее просто переиспользовать. И нам не надо думать о том, что потом вспоминать, что там у нас пошло не так. На это действительно уходит очень много времени. Также у нас тестовые данные. Иногда зачастую у нас можем писать тесты для того, чтобы у нас тесты используют там прегенерированные данные. Если мы говорим про веб-сервис, то зачастую нам приходится генерировать большие JSON-файлы, XML-файлы или еще какие-то моменты. Эти же данные нам придется генерировать и для performance-тестов, для того, чтобы симулировать как можно ближе нагрузку. И в данном случае это достаточно полезные штуки для переиспользования. Ну, тест-конфиг здесь я не буду играть, капитан очевидности, здесь в принципе все понятно. Также для того, чтобы добавить проект в ваш перфоманс-тест, вы просто добавляете Mavan-модуль и прямо если вы используете джет-идеи, вы можете выбрать сразу гатлинг-архетип, он доступен в центральном репозитории, вы просто вызываете создать им проект, поэтому архетипы у вас тут же появляется в вашем структуре тестов, появляется готовый модуль для написания тестов на гатлингер. В принципе, больше никаких телодвижений делать не надо. То бишь, по факту действительно архетип хороший и он работает прямо из коробки. И когда мы говорим про структуру тестов, то тесты в отличие от функциональных, когда мы пишем автоматизирован, у нас добавляется один главный модуль, это load profile. Вот про load profile я останавливался в начале, когда вот говорил ему, вот что такие типы нагрузки мы можем подавать по таким-то линиям. Вот как раз это и отвечает load profile. Остановимся немного подробнее на том, что делает каждый. По тестовым данным в принципе понятно, что здесь мы можем искал и вызывать наши методы. И вот в данном классе я указываю, что вот класс, который у меня генерирует некий лист джессонов для отсылки во время моих перформанс-тестов. Это все написано на скале, но я думаю, что это прочитается и я думаю, что особо здесь какие-то вопросов возникнуть у вас не должно. Если будут какие-то вопросы или надо пояснить, то выловите меня после доклада, я остановлюсь, потому что сейчас времени уже становится достаточно мало. Что касается тестовой логики. Вот здесь вот и как раз я привел пример сценариев. То есть это тот бизнес-кейс, тот наш тест-кейс, по которому будет ходить каждый наш пользователь. В данном случае у нас есть имя сценария, которое потом будет отображаться в нашем финальном репорте. У нас есть фид, отвечает за набор тестовых данных. И также здесь сценарий достаточно простой, потому что он отсылает определенный пост-запрос на определенный URL. И тело у нас запроса будет JSON с определенным параметром. Вот этот параметр, там где bugs body, это берется из фидера. Пример фидера, как он генерируется, у вас указано справа на слайде. Load profile. Вот так вот в принципе выглядит в итоге сценарий для performance тестирования, потому что у вас есть класс test simulation, и каждый класс, который у вас является тестом в гатлинге, должен быть унаследован от базового класса simulation. Это для гатлинга говорит, что все, здесь у нас тесты, здесь я дальше буду по этим классам бегать и подавать нагрузку. И здесь в принципе дальше я думаю, что достаточно все понятно. То бишь мы берем определенный сценарий, который мы уже до этого описали на предыдущем слайде, и подаем его с нагрузкой константа один пользователь в секунду в течение двух минут. Берем сценарий, который у нас еще есть, который пользователи одновременно уходят, и подаем его в принципе с такой же нагрузкой. И секция протокол у нас указывает как раз генерацию http протокола, потому что там если нам надо подставлять какие-то хедеры, указывать какие-то базовые урлы и так далее, то здесь как раз это все делается через директиву protocols и как раз директиву tp.conf. И в заключение что хочется сказать, что данный проект, данный подход по интеграции я опробировал действительно на нескольких проектах, и он действительно показал свою эффективность. Но хочу вам сказать, что это не магическая пилюля. Перформанс-тестирование это штука достаточно сложная и достаточно тонкая. И к ней надо подходить обдумав, что вы делаете, что вы хотите получить. Вот как, допустим, Антон рассказывал в предыдущем докладе, вы должны установить цвет цели, которые вы хотите получить после перформанс-тестирования. Это очень важный момент. Также Gartling, с моей точки зрения, это достаточно хороший тул для того, чтобы начать изучать перформанс-тестирование, если вы этого не делали. Объясню почему. У этого тула действительно очень хорошая документация и действительно его очень легко попробовать на проектах, которые у вас есть. Даже если вы работаете на проекте, и у вас сейчас не надо перформанс-тестирование, вы можете у себя в локальном каком-то бранче взять и попробовать поэксперимить, как эта штука работает. Также это действительно уменьшает время на создание и поддержку перформанс-теста. Потому что для того, чтобы создать перформанс-тест, у вас уже по факту основная часть работы, связанная с подготовкой тестовых данных и конфигурации, она уже сделана. Вам надо просто описать ваши тест-кейсы, как будут вести себя пользователи, и определить модель нагрузки, по которой вы делаете. И на этом все заканчивается. Если же брать тот же самый G-метр или Яндекс.Танк, то там для того, чтобы создать хотя бы первый тест, вам надо проделать такую немаленькую работу для того, чтобы подготовить те данные, с которыми у вас тесты перформанс будут оперировать. А здесь у вас уже они из коробки готовы. То бишь вы уже это сделали. И это можно просто переиспользовать. И так как Gatling можно запускать через Mavon, то соответственно все вопросы, касаемые CI, ну я думаю, это вообще даже не вопрос, потому что интегрируются просто на ура. Причем какая бы система CI у вас не была. И даже неважно, есть ли там плагин для Gatling, потому что вы запускаете через обыкновенную команду Mavon Green Install, грубо выражаясь, у вас тесты побежали. И вы просто указываете, где какие артефакты у вас лежат. Вот в принципе, наверное, и все. Так что теперь секция вопросов и ответов. Здравствуйте, Антон, меня зовут Алексей. Вот вы сказали в самом начале, что в принципе Gatling генерирует 5000 пользователей на одной машине. Может. И вот мне стало интересно, если нам нужно проверить миллион пользователей, нам гараж ставить с машинами? Ну, здесь надо понимать, именно как вы хотите это проверять и какие пользователи, потому что у Gatling все четко написано. Все мы понимаем, что проверки у нас бывают разные. У нас бывают проверки тяжелые, бывают легкие. Например, когда мы отправляем запрос, мы можем сделать проверку только на то, что нам вернулся правильный статус-код. Да, мы отправляем, допустим, какой-то Gatling запрос, и просто в верификационных, в ассертах мы ставим, что HTTP-код должен быть 200. Это легкая проверка, и при такой нагрузке у вас Gatling может выдать достаточно много. Плюс Gatling позволяет, у него есть механизмы для того, чтобы запустить сразу несколько машин с Gatling на какую-то цель. Это не проблема. И в данном случае он как раз может эту штуку делать. А если вы сделаете, например, сложные верификационы, например, там надо вызвать какой-то XPath, JSON, там несколько этих сложных верификационов, это все есть ресурсы машины. Соответственно, вам нужен либо гораздо мощный сервер, либо вам нужно гораздо иметь больше машин в своем кластере для того, чтобы обеспечить ту или иную нагрузку. Ясно, спасибо. Привет, Антон, спасибо за доклад. Было очень интересно. Пару вопросов. Как с Gatling можно осуществить мультитест, если у нас несколько сценариев с балансом между этими сценариями? И второй вопрос. Если у нас сценарий такого плана, что нужно сделать балансировку по запросам, по частоте запросов, как это реализуется? Ну, по частоте запросов здесь надо пошаманить непосредственно вот секции сетап, там где вы конфигурируете свои сценарии. То бишь там идут числовые значения, соответственно, можно сделать какую-то преподготовку, чтобы распределить эти сценарии, не знаю, по процентному соотношению. Ну, к примеру, вы говорите, что у нас должно быть там требование заказчика 400 пользователей в минуту, и вот столько-то процентов должно быть таких-то, столько-то процентов должно быть таких-то. Вам, у вас как бы код джава скала под рукой, вы можете это рассчитать сами, и гатингу уже проставить секцию сетапа, именно как это подавать, именно с какой частотой вы хотите это подавать. По поводу нескольких сценариев, я вот здесь на самом деле пролистал, так, сейчас, секундочку, это подготовка, вот здесь, вот здесь как раз секция сетапа указана два сценария. Я прошу прощения, что я быстро пролистал, вот, но здесь у нас первый сценарий, это сценарий validate voucher codes, и, а, у нас первое, это, так, вот это у нас два разных сценария, по идее, так, вот, да, здесь, да, invalid и valid, да, вот, и получается, что это два разных сценария, а то, что, с какой нагрузки их подавать, ты описываешь уже в директиве constant per user, или, там, RAMPAP, или что угодно ставить. Там достаточно такие, нехитрые есть штуки, да. Распределение вот там уже выказано, да, получается? Да. Причем там и распределение, механизмов для распределения нагрузки там действительно очень много, там их порядка десяти только основных, их можно еще комбинировать, и там реально надо, ну, немножко так вкурить. Нет, это по сценариям идет. Здесь ты можешь это указывать и конфигурировать теми штуками, потому что там есть сделать единожды запрос, потом подождать столько-то времени, потом опять сделать. Это все позволяет это сделать вот именно вот в этой секции configuration. Потому что здесь может быть constant user per second, может быть, там, RAMPAP, может быть, просто засни или, допустим, делай один запрос там через там 4 секунды и так далее. Да, 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 это понятно, это в рамках одного сценария. Я имею виду, что более глобальное. Можно и более глобальное, то, чтобы сделать, там это все конфигурируется. Я вот честно говорю, вот сейчас просто это долго рассказывать будет, но реально у Гатлинга очень хорошая документация с этими примерами. Я тебя поймаю после доклада еще. Договорились. Спасибо за доклад. Жалко, что имеется в виду интеграция только в Ява фреймворке, а не в любой, конечно. Ну, это в магическую пилюлю я не верю. Да, но название было магические. Ну, согласен. Сделано. Вопрос более практический. Насчет, вот если сравнить с джеметром, с точки зрения, в принципе, легкого, быстрого инструмента для каких-то IP-тестов, Гатлинг более выигрышный, то есть есть ли его смысл использовать просто для IP-тестов, которые можно легко преобразовать в нагрузочные? Я бы не советовал вам использовать инструмент, который предназначен для перфоманса, для функционального тестирования. Если вы хотите просто, допустим, на Java тестировать легко веб-сервис, написать что-то нечто подобное, используйте REST-A-SHURED. И он вам даст гораздо больше функциональности для тестирования непосредственно самого функционального веб-сервиса. А Гатлинг – это все-таки тул, который предназначен для непосредственно перфоманса. Плюс REST-A-SHURED – это всего лишь библиотека Java. И достаточно много людей, которые с ней могут работать. Там уровень входа в него достаточно маленький. А Гатлинг – это все-таки скалы. У скалы есть свои моменты. Это плюс функциональное программирование. И я, если честно, знаю очень мало людей, которые на одной короткой ноге, на короткой руке с функциональным программированием. Не говоря уже о том, что сколько из нас специалистов по скале. Поэтому я бы все-таки эти штуки разделил. А универсальные пилюли для всех фреймворков – это мифическая штука. Потому что если мы говорим про инструменты, если мы пишем на нет-платформе, то там, может быть, стоит подумать в сторону инструментов от Microsoft, который позволяет нам генерировать нагрузку. И там у них интеграция гораздо больше. Если мы говорим про Python, то, соответственно, здесь немножко другой выбор может быть. Здесь надо смотреть по ситуации. Волшебной пилюле, мологической, которая бы решила все ваши проблемы, и ее нет. Увы. Жаль. Спасибо. Да. Периодически тоже жалею, но увы. Так. Еще вопросы? Давайте возьмем последний вопросик и остальное перенесем в кулар. Вопрос скорее дополняет предыдущий, и он касается, собственно, использования API гатлинга. Есть ли возможность подобному методу, вот что используется в джиометрии при тестировании, к примеру, бэкэнда, да? Но. Использовать функционал гатлинга в том же направлении. Есть ли такие практики? А вот здесь… Просто почему? Есть мотивация небольшая к этому вопросу. Я для себя сделал вывод, что здесь все-таки больше речь идет о фронт-энде и конфигурации. Нет. Нет, да? Гатлинга, у гатлинга нет механизмов симулировать полностью работу браузера. Точнее как. Есть частично. Вот вы говорите о юзере, это значит используется API, касаемо конфигурации юзера, верно? Здесь юзер имеется в виду сценарий, по которому будут бежать ваши тесты. То бишь, когда мы говорим о юзерах, ну, как бы о юзерах, можно говорить, надо сразу говорить, относительно чего мы говорим, что мы подразумеваем под словом юзер. Потому что если мы тестируем веб и говорим там реальный юзер, то, соответственно, зачастую ребята хотят еще увидеть client-сайт перформанс-тестирования. Гатлинг не работает с client-сайдом. Для client-сайд есть специальные тулы, которые позволяют анализировать, потому что там свой достаточно такой немаленький огород подводных камней и нюансов, которые мы работаем с client-сайдом. Гатлинг эмулирует чисто на уровне протокола HTTPS. Гатлинг не запускает, не выполняет JavaScript. Он не подсасывает Ajax и SirQuest. Немножко не в том смысле. Я не имел в виду, действительно, JavaScript и функционал фронт-энда, но больше коммуникации все-таки смоделировано у какого-то юзера и по отношению к бэкэнду. С точки зрения бэкэнда и симуляции юзера у Гатлинга все на высоте. И именно с этим связан вопрос сравнения с G-Emitter. Я очень много общался с G-Emitter. У G-Emitter я могу сказать, что мне не нравится в G-Emitter, откровенно. То, что в G-Emitter очень тяжело воспроизвести нагрузку. Например, я сталкивался на своей практике с такими багами, которые повторяются только строго, когда мы подаем нагрузку с определенными запросами, и там в какой-то момент у системы коса на камень находит. И есть у нас вот такая вот именно такая очередных запросов с такой-то нагрузкой. У G-Emitter он не может убить приложение. Он не может его затопить. Например, вы в G-Emitter указываете нагрузку там 10 потоков. И вот в 10 потоков он ее будет грузить. Если приложение начинает умирать, очередь начинает копиться, он приложение не засыпает. Здесь немножко уже холиваром. Да, здесь можно похоливарить уже за кофе. Да, но речь идет об API. То есть когда вот меня интересует функционал бэкэнда, я знаю, что с помощью G-Emitter я свои классы могу написать, свой фреймворк могу написать. А здесь у вас уже функциональный тестер, уже все это написали. То есть здесь как бы у Gatling есть нечто похожее, да? У Gatling да, потому что Gatling использует те классы, которые у вас уже написаны для ваших функциональных тестов. То есть я делаю вывод, что это G-Emitter только висбоку? Нет. Это абсолютно другой инструмент, в отличие от G-Emitter. Он более специализирован именно на протоколе HTTP и HTTPS. Вот именно с этим-то и связан вопрос. Вот если вы завязаны на коммуникацию по HTTP, у вас все вызовы, ну все метрики, это скорость ответа. Ну там можно многие метрики придумать. Изолировав этот фронт-энд, скажем так, да, у нас еще есть еще серверная часть, где очень много проблем может быть. А там, да, в принципе, это все можно здесь тоже отсеивать, потому что здесь можно добавить различные там метрики и так далее. Более того, я вам скажу так, что если мы захотим отсеять перформанс чисто самого кода, то бишь самого кода приложения, который мы написали, и оценивать его в CI, то в Gatling, так как это Scala Base и Java Base, ну как бы ориентированный, да, то мы по факту мы можем внедрить на уровень юнит-тестов. Мы можем подавать нагрузку в Gatling, запускать и использовать наши Moki и стабы для, нужно сделать заглушки для базы данных, там для сторонних сервисов. И мы будем проверять чисто производительность только нашего приложения. Правильно ли я вывод все-таки сделать? То, что Gatling, он не позволяет полноценно оценить перформанс бэкэнда. Вот в этом ключе. А что вы подразумеваете под словом полноценно? Есть у нас, к примеру, запрос. Это является нашей метрикой. А что за запросом происходит, мы уже как-то… А как вы это в G-метрию вытащите? Вы это вытащите с помощью агентов? API, да. Но с помощью агентов, пожалуйста, вы агенты, вы здесь-то это можете написать. Ну все, хорошо. Спасибо. Спасибо за доклад. 10 минуток перерыва, и мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Диам Торзок